добрый вечер всем привет добрый вечер всем мы очень рады всех видеть кто к нам присоединяется кто у нас впервые я рада представиться меня зовут лиана сорока и наша страничка называется арт кейк студия сорока мы вас сегодня пригласили в прямой эфир потому что хотим пообщаться хотим научить вас делать вафельные пионы и заодно те кто у нас новенькие с нами познакомиться как там у нас дела сразу хочу сказать что если будет возникать вопросы в процессе эфира то наш оператор шеф кто с нами давно тот знает кто такой шеф вот он будет отвечать на ваши вопросы вернее зачитывать мне ваши вопросы мы чуть попозже конце эфира на них поотвечаем чтобы мы не отвлекались от темы и те кто будет смотреть нас записи им было интересно и они смогли спокойно присмотреть обучающий материал пока к нам присоединяются я хочу представить такой бонус который будет для всех кто сегодня в эфире кто будет смотреть наш эфир в записи ближайшие 24 часа что для вас поскольку сегодня первый день зимы мы решили сделать такой доступ к нашему курсу по спец цене поскольку курс уже начался у нас уже прошел вводный водная часть прошла у нас пошел прошел первый блок по работе с вафельными цветами а там у нас и цветы еще из сахарной мастики и цветы из пластичного шоколада поэтому кто захочет научиться делать съедобные цветы для декора тортов и десертов на нашей страничке есть пост в котором полностью есть описание курса смотрите и для вас у нас сейчас будет цена 1200 гривен это 3600 рублей в течение 24 часов после того как эфир наш будет сохранен вы можете еще присоединиться к курсу сегодня мы даем один день когда можно еще попасть на этот курс а сейчас а сейчас мы начнем с того что мы научим вас делать пион из вафельной бумаги нам понадобится в первую очередь вафельная бумага вафельная бумага у нас ультра тонкая мы ее используем в основном для работы с вафельными цветами и кто уже работал с вафельной бумагой кто ее держал в руках вы наверное уже видели что она имеет две стороны у нас есть гладкая сторона и есть сторона шершавая ультра тонкая бумага имеет толщину где-то 0 27 0 35 миллиметр по моему и я вам сейчас покажу коробку бумаги с которой мы работаем вот у нас вот такая вафельная бумага компания моды пор мне очень нравится с ней работать она себя показала зарекомендовала скажем так с хорошей стороны и мы работаем с ней и так кто побывал у нас stories тот наверное почитал список материалов и инструментов которые нам будут нужны возможно кто-то даже подготовился и будет делать параллельно с нами вот а мы начнем с того что мы начнем с самой базы для того чтобы сделать вафельный пиончик я сейчас покажу как он будет у нас выглядеть вот такой пиончик у нас будет он очень симпатично смотрится на тортах тем более что декорировать можно не только бисквитные торты торты и мусовые и вообще любые десерты понадобится нам проволока номер 18 у меня белая я возьму я такую бумагу купить можно привезти в кондитерских магазинах мы сотрудничаем с магазином торт селс там всегда она есть тем более в фронтсторах интернета сейчас интернет-магазины все располагают таким материалом так смотрите у меня проволочка я беру круглый губцы и загибаем вот такой вот крючок крючок достаточно крупный поскольку у меня будет основа пенопластовый шар вы можете сделать из мастики а можно сделать шоколадным но тогда лучше делать белого шоколада принципе принцип один и тот же и что нам нужно сделать мы проволокой в центре нашего шара прокручивающими движениями так проходим насквозь проходим насквозь и натягиваем проволочку вовнутрь так чтобы она жестко стала внутри вот так чтобы она не шталась то есть вы смотрите чтобы зафиксировалась как следует вот когда у нас вот так зафиксировался на шарик мы сейчас сделаем вот эту проволочку более толстой она достаточно тоненько пиончик у нас крупный чтобы смотрелось гармонично вот что я буду делать я немножко спрысну водичкой из прая это у меня нарезанная салфетка одноразовое полотенце и вот таким образом я подкручиваю если вы хотите все полностью съедобное то в этом случае вы можете открутить просто ленточкой из вафельной бумаги также сама увлажняю я буду для этого использовать тейп-ленту где мы шарики такие покупают у их можно купить магазина для рукоделия я беру растягиваем тейп-ленту но таким образом укладываю зажимаю у основания и начинаю накручивать зафиксировали наш стебель готов я пока отложу в сторонку когда я вырезала основы для пиончика вырезала их вот из таких шаблонов шаблоны прикреплены в stories кто добавился к нам только что и не видел наш stories после эфира сходите в stories там шаблоны прикреплены можно сделать скрин и потом себе распечатать и прописаны размеры то есть вы на экране себе можете вывести там легко это программе размеры нужны вырезать чупа-чупс можно когда берите большой потому что у нас крупный на где-то 45 сантиметров так смотрите я когда вырезала листики у меня остаются обрезки вот эти обрезки мы не выбрасываем вообще вафельную бумагу выбрасывать нельзя девочки стоит денег а из остатков можно еще очень много чего сделать записывайтесь нам на курс мы там все это рассказываем все что с вафельной бумагой связано это безотходное производство я опрыскала водичкой и прижимаем на основу для чего это делаю поскольку вафельная бумага хорошо липнет только сама к себе а шарик у меня пенопластовый мне нужно дать основу чтобы у меня затем лепесточки приклеивались к этому бутончику у нас будет такой закрытый пиончик вот я поэтому всю основу обклеиваю для того чтобы у меня была такая сцепка с нашими лепестками потому что если я и буду клеить просто на основании они будут отваливаться если вы делаете такой шарик допустим шоколадный либо из мастики то его тоже следует обклеить вафельной бумаге в любом случае от клеете излишки вытираем обклеиваем так чтобы у нас не оставалось свободного места должно быть все полностью отклеен так проверяем что нигде у нас не оставалось просвета когда опрыскиваете вафельную бумагу из спрея делайте это аккуратно вы словно ловите только водяную пыль то когда мы распрыскиваем воду летят такие брызги и вот мы ловим их то есть мы не подставляем под прямую струю я немножко видите держу снизу и как бы вот ловлю только вот эту оседающую пыль если вдруг клеится плохо можно издалека немножечко опрыскать на шарик наш чупа-чупс готов мы его отправляем в сторонку пока он будет просушиваться нам нужно чтобы хорошо основка просохла когда делаете дайте ему время высохнуть иначе у вас потом будет слишком размокать лепесток убираем в сторонку и займемся нашими лепесточками нам понадобится стаканчик с водой чтобы склеивать я пока чуть оставлю водички кисточка кисточка у нас синтетическая круглогубцы пока убираем бутылочка спрей сами шаблоны пиончика я буду делать лепесточки с помощью вот такой силиконовой формы думаю многих они есть если нет они продаются в любых кондитерских магазинах так вырезаем наши шаблончики берем лист в отельной бумаги вырезаем можно брать сразу несколько листов до чтобы было сразу много я вам буду показывать на одном прикладываем либо так либо так как вам удобно то есть мы должны приглашать приложить наш шаблон поближе к краям и вырезать линию затем я вырезаю такой прямоугольник по размеру шаблончика складываю друг на друга отрезаем вот у меня получается лепесточек так мы делаем все они немножечко разной формы да чтоб была такая живость у нашего пиончика чтобы он не был как под линеечку как под копирочку и вырезаю по шаблону видите я держу шаблончик если кому-то так неудобно вы можете обрезать обрисовать аккуратно простым карандашиком и потом вырезать ну желательно будет резинкой эластиком стереть потом этот контур а если вы обрисовываете карандашом то старайтесь сильно не давить чтобы не было этого карандаша потом видно не было у вас запачкан лепесточек вот так мы делаем так все три лепестка здесь у нас по центру нашего лепесточка я делаю надрез веточком ту рашку уберу это в стороночку вот это не выбрасываем потому что это нам может пригодиться потом да для обклейки наших же бутончиков сделать какие-то разные штучки то есть из бумаги можно делать много чего из вакина и шикарно потому что вы давно не выходили в эфир и с вами не общались так смотрите у нас подготовлены наши лепесточки вот мы сделали вырезали у нас здесь есть надрезик что нам теперь нужно нам теперь нужно сформировать наш лепесточек поскольку он пиончик всегда имеет такую шарообразную форму нам нужно ему будут подсушить вот в этих формах потому что вафельная бумага сама по себе она такая жестковатая я для того чтобы придать ей гибкость ее немного увлажню и буду я это делать шершайной стороной к себе ловлю пыль и в эту формочку я вот так по вы это вытачку вот так складываю немножко которую я отрезала и вот здесь я укладываю вот таким образом начинаю от низа здесь придерживаю и дальше раскладываю сейчас я разложу потому что на весу не очень удобно это делать и попрошу оператора чтобы он приблизил и показал как у меня укладывается вот таким образом укладываем наш лепесточек ведь он здесь немножечко такой становится волнистый это замечательно потому что пиончик имеет на концах такую волнистую форму это придаст ему натуральности то же самое я делаю не попало если вдруг у вас слишком много влаги можете так убрать и снова я укладываю форму начинаю с низа завожу вот так эту вытачку которую мы разрезали вот так немножечко и заводим приклеиваем друг на друга а потом уже укладываем следите чтобы сильно не приклеивался если вдруг приклеился сразу немножечко растяните и верните обратно исходное положение и укладываем таким образом если он там внизу немножечко тоже такой гофрированный получился ничего страшного самому не из пиончика поскольку будет такая достаточно объемная послойность видно не будет и снова я опрыскиваю водичкой завожу вот так вытачку видите вот я скрепляю и укладываю формочку начиная с вытачки и постепенно аккуратненько вот такими поступающими движениями раскладываю в этой формочки так мы поступаем со всеми листочками которые мы вырезаем самый низ лепестка мы прижимаем хорошо вот эту часть а вверх можно оставить не плотно прилегающим чтобы он был такой волнистый вот в такой форме оставляем их подсыхать вафельная бумага если вы опрыскали так средне до что ли не слишком ее перемочили то она достаточно быстро высыхает и буквально там через несколько минут ваши лепесточки будут уже готовы я подготовилась вот сделала лепесточки это они уже высохшие видите имеют такую форму чашевидную целую кучу и есть у меня не окрашены тот пиончик который мы будем делать с вами я предварительно затонировала вот так вот розовым цветом я хочу нежно-розовый пастельный вот такой нежно-розовенький будем делать не он у нас должен быть окрашен для тонировки я использую розовый краситель сухой это пыльца для цветов у меня цвет называется доски пинг и зеленый цвет который мы будем для листвы использовать это у меня гусбери вот такие вы можете любой взять зеленый и розовый также можно использовать для тонировки жирорастворимые красители поскольку эти красители являются жирорастворимыми и за счет своей основы они хорошо ложатся на вафельную бумагу сбрызгиваем шероховатую сторону форму закладываем лепесток какой стороной широковатый вниз потому что когда потом собирать вот эта широковатая поверхность у нас будет лицевой поехали так наши листики когда у нас высохли некоторые могут немножечко изгибаться такие быть прям немножечко рифленые ну не страшно нам главное чтобы они приняли вот такую форму и нам нужно их затонировать повторюсь я буду использовать сухой краситель что я тонировала предварительно у меня тут остался на бумажке это у меня обычная бумага для печати берем наш лепесточек выпуклой стороной к себе краситель как следует втираем в кисть и от краешка таким образом мы начинаем растирать его хорошо проходимся по краю я буду тонировать только вот этот овал на верхнюю часть полукруг и немножечко растягиваю по лепестку делаю такой градиент спасибо и с этой стороны тоже можно немножко с этой внутренней стороны совсем слегка потому что все-таки лицевая у нас будет выпуклая сторона и то же самое делаем со всеми другими лепесточками видите это мне другой форму вот он вырезан и он так с такой немножечко выемкой получился если вам не нравится может получилось да с одной стороны есть красивая волна а другой получился очень плоский возьмите его так вот прям пальчиками немножечко изогните слегка так тоже можно но не переусердствуйте потому что вафельная бумага она после того как мы ее увлажнили становится более хрупкая поэтому здесь нужно узнать чувство меры и не сломать ее то есть видите вот втираем сначала в кисть а потом таким движением на себя все время тонируем выпуклую часть растянули цвет все наши лепесточки готовы у нас получается вот такая гора лепестков примерно примерно делайте ну наверное штук 20-25 лучше пусть останется запас чем вам лепесточков не хватит потому что я обычно когда наполняю пиончик любой цветочек вообще я смотрю по наполнению разворачиваю к себе и смотрю чтобы мне просто нравилось на него смотреть берем нашу основу склеивать мы будем обычной водичкой самое главное когда работаете с вафельной бумагой пожалуйста не переусердствуйте с водой потому что вода это брак в армии слишком намочен она размокает и становится как жвачка соскучилась по вашим эфиром всегда супер мы тоже за вами соскучились видите поэтому мы решили увлажняем водичкой обрызгиваем тоже водичкой водку экономим девочки водка дорога вода дешевле для ну добрый вечер я по вам так соскучилась вода на ваших эфирах нема и деловые занимаемся своими делами так мне что-то кисточки где-то остаток зелененького и так вот наш шарик я его еще немножечко увлажню проверяем слишком мокро он должен быть просто липкий не должен скользить когда вы пальцем проводите вас не должен соскальзывать палец с основы для центра выбираем листики которые у вас сильнее всего свернулись потому что когда вафельная бумага высыхает вот она может высохнуть так ухожиться очень сильно это говорит о том что вы слишком увлажнили бумагу вот у меня есть таких пару видите таких скрюченных они у нас пойдут на центр на центр нам нужно два листика и мы их наклеивать будем вот так друг напротив друга немножечко вот когда у нас один стекляжет мы вторым немножко накроем я беру водичку помазала в центре и полукругом вот здесь вниз прикладываю вот таким образом к нашему бутону вытачка то есть вот это место где у нас был разрез и склейка у нас должны смотреть четко вниз на стебель приклеили видите такой как получается как ребеночек чертики хорошо не сприт здесь сверху пусть будет такой свободненько немножко а вот этот вниз весь хорошо прижимаем и берем следующий листик промазываем по вот это вытачки и по низу таким полукругом ставим напротив нашего лепесточка вот так друг напротив друга и немножечко на него заходим девушки шарик пенопластовый можно сделать из мастики отклеиваем вафельной бумагой если пересмотреть эфир там вначале мы об этом говорили ляночка спасибо большое за впечатление эфиры с вашей помощью научилась делать розы замечательно просто замечательно вы молодец так мы приклеили два вот этих друг напротив друга можно здесь прям прижать хорошо и следующий но мы будем клеить с другой стороны да вот на эти промежутки начинаем клеить проме вот как шахматном порядке да вот у нас есть просвет и мы будем клеить вот сюда наш первый лепесточек следующий ряд у нас будет содержать 4 лепестка я вот себе сразу подготовлю тоже такие достаточно скрученные поскольку они будут у нас внутренняя часть чем они девочки делаем пион и он делаю я забыл как добавляется комментарий потом потренируюсь нажми там где комментарии и напиши прикрепить там три точечки видите давно в эфиры не выходили но я не вижу прикрепить поэтому рисковать трех точек есть так смотрите берем лепесточек когда мы наклеиваем лепесток каждого следующего ряда он должен быть в ровень предыдущих либо чуть чуть выше я вот ставлю вот таким образом так чтобы она оделась так зафиксировала прямо так прижала и нижнюю часть здесь как следует прижимаю низ у нас должен хорошо прижаться делаем вот такой и дальше я наклеиваю следующий вот с таким нахлёстом тоже смотрю чтобы вровень был фиксирую вот эти две стороны и потом прижимаем низ тоже вот здесь немножко его прижимаю но верхнюю часть уже так сильно не фиксируем пусть она у нас будет уже немножко свободней для того чтобы наш пиончик раскрывался берем следующий я их уже предварительно промазала и снова то есть у нас получится вот эти четыре лепестка с нахлёстом друг напротив друга как крестиком наклеиваем вниз как следует фиксируем если вдруг здесь у вас что-то плохо клеится берете прям кисточкой мажете снизу и фиксируйте потому что низ должен очень хорошо закрепиться здесь у нас пусть будет такое воздушное пространство чтобы наш цветочек дышал и у меня здесь есть просвет я его тоже закрывали главное смотрите чтоб когда вы клеите перед собой ставите бутон чтобы он был на уровне я пытаюсь поймать твои руки поэтому но думаю что все нормально получается вот так смотрите видео это хорошо чуть-чуть можно прижать то есть у нас бутончик только-только начал открываться вот у нас получается если вам нужно сделать бутон вот на этом моменте останавливайтесь здесь в принципе почти до конца доходит почти до стебля здесь крепятся чешевистнички и тогда вот ваш бутончик можно оставить вот таким образом даже чуть прижать если вам нужно более такой закрытый его но вот на этом этапе можно сделать еще бутон но мы продолжим дальше в ряд у нас пойдет пять лепестков то есть у нас было два потом нас было 4 а теперь 5 поскольку у меня лепестки трех разных форм да кто видел шаблоны stories кто не видел после эфира пойдете в stories посмотрите за скриншотите себя то мы не зацикливаемся на том что они разные по форме а берем те которые попадаются нам важно сделать пушистый пиончик поэтому нам абсолютно не важно в какой последовательности не будут наклеены в разброс все мажем по вытачке низ я себе промажу так все листики поскольку уже один раз у нас была увлажнена бумага она когда ну свежая да скажем так ничего с ничего не делали она клеится быстро когда она уже один раз была увлажнена и высохла то она клеится хуже и нужно нужно чуть больше размокать и так я поворачиваю смотрю где у меня ребро предыдущего лепестка то есть вот она и как бы в шахматном порядке наклеиваю сюда следующий лепесточек он буквально чуть чуть выше предыдущего вот так подскажи девочка мой факт если нету силиконовой такой формы где сушить в лотке с подъездочки фольгой там проложить из фольги четыре раза сложить фольгу и сделать такую чешевидную форму так наклеили один лепесточек повторяю что у нас лепестки должны идти вровень каждый ряд идет вровень да вот если мы один листочек наклеили все мы на него и ориентируемся я беру смотрите следующий ставлю чуть-чуть внахлёст зафиксирую бока и потом фиксирую низ то есть вверх я уже вообще не трогаю мне нужно чтобы он вот так был свободный видите вот таким образом все наклеиваю следующий следующий тоже клею вровень вот так и фиксирую низ у меня все лепесточки идут по уровню так наклеиваем каждый не спеши я не успеваю за руками ты тут держи где-то здесь потому что низко мне держать неудобно я знала что мне на этом уровне я приближаю когда приближаю вон давай скажи мне нравятся цветы из вафельной бумаги очень красиво получается мы тоже любим вообще я обожаю очень такой благодатный материал так фиксируем хорошо низ так вот у нас следующий ряд уже закреплен наш бутончик уже начинает открываться следующий ряд я беру 5-6 штук смотрю сколько становится я не привязываю здесь уже каким-то таким параметром здесь я уже смотрю на сам цветочек но крепить я не буду так чтобы у меня уже листик был вровень и немножечко оттопыривался да то есть уже так сильно не прижимаем я снова возьму несколько промазываем вытачку и нижнюю часть здесь немножко лопнул не страшно это при высыхании его покрутила он у нас будет там внутри поэтому видно его не будет ставлю я его по уровню можно даже уже чуть-чуть отступить пусть он немножечко опускается и на провяжу так снова как в шахматном порядке ставлю и прижимаю только нижнюю часть вверх не трогал пусть он у меня будет свободненький даже вот немножко его так оттопыриваю зафиксировали за низ и дальше также сама внахлёст идем ориентируясь на уровень этого лепесточка который мы девочки мы суеверны на этот вопрос не отвечаю так ставим следующий и фиксируем фиксируем за низ вверх уже здесь не трогаем вообще пусть он будет свободненький если низ где-то плохо фиксируется берем обмазываем снова мажем вытачку то есть здесь вот этот процесс он у нас все время один и тот же да пока я могу шеф тут мне маячит что надо ответить просят рекламу спрашивают курсы по вафельным цветами еще будут у нас есть сейчас онлайн курс очень насыщенный так что еще можно присоединиться на страничке есть рекламка этого курса и там и вафельная и сахарная и шоколадная флористика так что кто хочет научиться присоединяйтесь сегодня в течение 24 часов мы даем еще последнюю стоимость и возможно последнюю возможность присоединиться смотрите я цепляю следующий и так придерживаю здесь уже просто укладываю и за низ вот так фиксирую даже можно вот так держать вниз головой уже девочки пишут уже цветок волшебный девочки вы если попробуйте а попробовать надо обязательно я всегда всем рекомендую когда вы получили какие-то знания постарайтесь сразу что-нибудь сделать не оставляйте на потом потому что как показывает практика покой секунду еще не размок не приклеился озвучь пожалуйста цену цена курса то сегодня в течение 24 часов напишет нам денег что хочет присоединиться цена курса 1200 гривен у нас там вафельные цветы сахарные и из пластичного шоколада вводная часть уже прошла курс по вафельным все в записи там уже можно сразу присоединиться и учиться по мере возможности выполнять домашние задания кто выполнить все домашние задания тут остается в курсе навсегда кто не сделает 15 мая тут как раз девочки сейчас находятся с этого курса вот можете сказать все пишут очень довольны нам же тоже интересно ваше мнение обожаю смотреть ваш шикарный дуэт душевно интересно с любовью пусть бог бережет вас ваши золотые ручки добрые спасибо вот у нас уже пара лидов здесь закреплено видите можно оставить допустим так если вам не нужен слишком раскрытый пиончик но у меня еще есть источки поэтому я буду наполнять вопрос как сделать цвет насыщение ну пиона вам тогда нужно будет красить каждый листочек с двух сторон более ярко прокрашивать сколько можно хранить такой девочки эти цветы у них срок годности вот сколько срок годности вашей бумаги вафельной на упаковке дали вы там спрашиваете в магазине и столько его хранить обычно срок годности вафельной бумаги где-то на года два точно пожалуйста покажите как выглядит вафельная бумага показывали пересмотрите потом эфир там есть мы изначально в этом все показали смотрите девочки следующий листочек вот я цепляю промежутки видите здесь у нас стык двух лепестков подожди секунду я приближу чтобы девочкам было лучше давай еще раз повторим вот смотрите стык двух лепесточков я цепляю чуть-чуть опустившись вниз даже вот так вот покажу да будет удобно вот так чуть опускаемся уже вниз и цепляем только нижнюю часть то есть вот за низ только цепляем он у нас если мы перевернем вот так немножко торчит ведь уже чуть чуть ниже и по кругу не просто удобного так держать я попробую ставлю следующие по уровню этого следующие лепесточки фиксирую только за низ чтобы он у меня уже открывался отлично вот таким образом ставлю я так смотрю по самому пилончику подготовлю еще сейчас у меня вот в этот ряд станет где-то штучек 6 девочки цветы вот можно загреть я на виду сейчас вот такие вот цветы среди такая красота это все из вафельной бумаги девочки просто спрашивают я покажу сейчас соберем наш пилончик и я покажу поскольку наш пост на который мы выставляли на страничке собрал 300 комментариев а я обещала кто читал внимательно пост тут видел я обещала что если он соберет 300 комментариев то мы покажем вам еще бонус так смотрите я беру в этот промежуток сверху уже уже не внахлёст и так поверх ставлю лепесточек поскольку у нас еще оно должно время пройти чтобы бумага высохла он у нас вот видите как можно раскрыть чуть больше и у нас уже такой пилочки эти более объемный я его поставлю вот так пусть подсыхает так у меня в этот ряд станет еще 6 лепесточков вот смотрите у меня три есть и вот три которые мы делали с вами в начале эфира вот они у меня уже подсохли я буду использовать их курс очень крутой и ехать никто не вот девочки с курса пишет отлично видите девчонок из курса так подкрашу вот эти потому что не хватает этих трех листиков с обратной стороны я еще чуть оттонирую пыльцу можно заменить розовым сухим кандурином даже если вы хотите чтобы он блестел у вас ну тогда это будет такой уже мультяшного дни хотя тоже имеет место быть сколько листиков бумаги нужно для такого пиона ну на такой пиончик у вас уйдет на штучки 3 максимум листиками ну да то три листа бумаги подкрасила еще три вот этих которые так вот у меня 6 лепесточков опять же повторюсь что я не привязываюсь количеству лепестков я смотрю по наполнению пиончика вот этот последний ряд я начинаю снова с промежутка но клею сразу же притык к стеблю вот ставлю ориентируюсь уже на стебель и буду приклеивать в нахлёстик ориентируясь на стебель пожалуйста девчонки пожалуйста здесь в принципе как вы можете видеть процесс все время один и тот же когда мы наращиваем да лепесточки здесь упирается в самое основание потому что мы уже закрываем наш пиончик все явно хлёстик клеем мажу в основном нижнюю часть прижимая вот у меня тут 7 я уже и все 7 и наклею так погуще наклею но можно столько даже не клеить здесь можно 6 штучек визу будет достаточно сейчас еще у нас тут все сырое да такое влажное этому пиончик немножечко гуляет ему надо время немножко подсохнуть сейчас вы буду придерживать то можно пока немножко его раскрыть если вы поставите сушиться вот так на основу на какую-то решеточку да либо можно поставить на стаканчик он вот таким образом будет у вас подсыхать на стаканчик узенький чтобы он его не закрыл совсем чтобы снизу только придерживал нижние лепестки чтобы они пока не просохнут у вас не попадали вот таким вот образом у нас получается вот такой симпатичный пион вот так я надеюсь вам понравилось если у нас пион вот такой очень раскрыт я вам если креплю на торт я сюда в чашелистики не делаю потому что я считаю нет смысла все равно прикрепление на торт видно их не будет прикрепление этих цветов на тортик зависимости от того какое покрытие вот эту часть так часть который прилегает торту если мокрый крем то нужно изолировать то есть если вы ставите например тот который покрыт крем чизом либо зеркальной глазурью то лучше здесь изолировать какао маслом и шоколадом какие цветы на курсе скажи девочка на курсе у нас есть описание на страничке кто запомнит а так на курсе у нас смотрите что касается вафельных цветов то я щас возьму вот так вот это цветочки которые мы делаем на курсе у нас здесь пион древовидный роза остина пиановидная роза анимончик он ушел бонусом у нас вот такой цветочек ранункулюс вот веточки всякие до ягодки очень красиво и у нас бонусом поскольку сейчас зима да и мы в преддверии нового года то у нас еще бонусом идет вот такой цветок рождественская звезда он сети это у нас блок по вафельной флористике а предварительно у нас там водная часть мы показываем как дать мастику для сахарных цветов мы показываем как делать пластичный шоколад там rock по работе с вафельной бумагой урок по калористике вот и у нас еще также два блока сахарная флористика и пластичный шоколад по сахарной флористике у нас там гортензия анимон пион древовидный орхидея фаленопсис веточки эвкалипта листва, ягоды и коробочка лотоса. А шоколадной флористики у нас там классическая роза будет, георгин, пион махровый, листва и веточки бруни. То есть такой достаточно очень объемный курс, который захватывает все цветы, которые практически есть, да, там вафельные, сахарные и шоколадные. И у вас будет такая база для декорирования торта. Вам не нужно будет использовать живые цветы, которые кто с нами давно знает, так что я их не приемлю на тортах. Очень красиво, браво массово. Есть вопросик еще такой с подвохом. За какое время вы делаете цветы для одного тортика? Смотря какие цветы. Вы знаете, поскольку у меня уже практически, ну там порядка 9 лет опыта, да, и я 9 лет работаю с цветами, то я уже делаю значительно быстрее, чем я делала в начале. С каждым разом вы будете делать все быстрее и быстрее. Ну, например, вот такой пиончик я сделаю, ну вот вы видели сколько я с вами его сделала, особенно, если ты предварительно еще подготовил, повырезал. Смотрите, видите такую веточку? Шишечку с вами мы делать не будем, она у меня из айсинга, и ее можно сделать там шоколадную, все равно какую, да, любую там, из мастики. А вот как делаются вот такие веточки, мы вам сейчас покажем. Они делаются очень быстро, поэтому если вы будете уметь их делать, их можно сделать заранее, они могут достаточно длительное время храниться, потому что бафельные цветы у нас хранятся очень долго, поэтому вы можете сделать заранее, подготовить, и потом, когда придет время новогодних праздников, вы очень быстро будете с ними декорировать торты. Нам нужна проволочка. Девочки, чтобы не отвлекаться, там посмотрите, там уже два раза в эфире сказали о стоимости, там небольшие деньги. Сейчас 1200 гривен, 3600 рублей. И это мы даем вход вот на эти 24 часа, потому что курс уже начался, и вот как бы, да, мы делаем такой подарок всем, кто сейчас нас смотрит, в течение 24 часов можно еще присоединиться к курсу. Смотрите, у меня вафельная бумага, все равно на какую сторону, нам нужно будет подготовить вот такие полосочки. Если вы посмотрите, как выглядит наша елочка, такая пушистенькая. Я для начала беру вот что делаю. Нарезаю где-то порядка трех сантиметров. Сильно широкую не режьте. Два с половиной, три сантиметра вот этого достаточно. И опять же, если вам нужна веточка поменьше, то соответственно делаем ее меньше. Вот таким образом мы нарезаем на полоски. Здесь эти будут чуть меньше, мне страшно. Так, я не буду резать все. Обычно я беру там три-четыре в ряд, складываю, да, в стык, вернее, слоя. И потом уже используем. Если вы будете брать много, то есть пытаться сделать сразу очень большой объем, вам будет неудобно, поскольку вафельная бумага жесткая и скользкая, и она ерзает под руками. Смотрите, я беру вот так в руку, упираю пальчик, вот так, да, держу крепко. Оставляю примерно полсантиметра, вот так, да, до этих пор я не дорезаю. И начинаю нарезать бахрому, вот таким образом. Режу меленько, чтобы было красиво, чтобы не была елочка грубой. И вот таким образом я начинаю нарезать. Режу меленько, чтобы у нас потом елочка была аккуратная, нежная. Если нарежете грубо, будете, знаете, похожи на щетку, которой пыль вытираю. А нам нужно, чтобы была елочка. Поэтому достаточно меленько нарезаем. Видите, делается это очень быстро. Я думаю, в школе, в детском саду, все, кто делал на новогодние праздники какие-то аппликации, или кто с детьми что-то делал, то я думаю, что вы уже играли с таким образом. То есть принцип тот же. Вот так вот нарезаем, только не дорезаем до конца. Нам нужно место, где мы будем крепить нашу елочку. И есть несколько способов, как закрепить. Я беру веточку. Вот это тут был мой полосковой, секретик убрала. И кончик я загибаю, сделаю небольшую петельку. Нет, это написать очень неудобно. Ах, вот. Под бумажку попал. Загибаю петельку. Сильно не приближаю, потому что я думаю, так видно. Вот, петелечка. Небольшая. Она нам нужна для того, чтобы у нас просто было за что прицепиться основанием. Можно, можно, слегка, но это надо аккуратно. И если опыта нет, да, то такой метод лучше не использовать. То есть попробуйте. Сейчас я вторую буду прикручивать и покажу вам. Смотрите, зафиксировали основание. Вот я поставила туда, вовнутрь. И начинаем вот так вот прикручивать. У меня пока влажное. Зафиксировали. Дайте возможность чуть-чуть там, да, пару сантиметров накрутили и фиксируйте у основания как следует. Можно вот так быстро скручивать, да. И я не кручу, а как складывающими движениями наворачиваю. Чуть-чуть прокрутила и основание вот таким образом, как следует обмяло вокруг проволочки. Можно вот так. Если боитесь и нет возможности использовать вот спрей, то берете вот этот кусочек влажной кисточкой помазали и накрутили. Как следует зафиксировали. Кисточка должна быть влажная, она не должна быть очень мокрая. Накрутили и вот так, как следует зажали. придержите, чтобы у вас зафиксировалось. Можно немножечко расправить. Но я опрыскивала и она при высыхании еще выкрутит ее в разные стороны, она будет более пушиста. Вот. У нас уже появилась такая пушистая вершинка. Просто вода, девочки. Просто водичка. Мы работаем с водичкой. Смотрите, я макаю воду, излишки снимаю ручку. Здесь уже будет легче цепляться, потому что здесь уже есть вафельная бумага. Чуть под наклоном, да, чтобы у меня не ровно накручивалось, а немножечко вниз. То есть, вот так она у меня крутится, видите, по отношению к проволочке чуть-чуть наискось. Поставили несколько этих витков и как следует зафиксировали. Может обсыпаться здесь немножко, это не страшно. Это же елка. Да, это же елка. Сосна. Сделайте сильно длинный, будет сосна. Такой декорчик, он очень прикольный, даже вот такой белый, если оставить, будет очень красиво смотреться на светлых тортах. То есть, тоже такое. И покрасить его можно в разный цвет. Можно покрасить сухим красителем, вот так, как мы окрашивали пиончик. А можно прямо из-за нейрографа. Вот сейчас мы сделаем елочку и покажем вам как быстро, как бы молниеносно окрасить практически. Так, на одну веточку вот у меня три полоски. Две полосочки, вернее, приклеила. Вот это третья. В зависимости от того, какой вы хотите объемчик, можно делать более пушистую, можно делать менее пушистую. Это уже как вам будет нравиться. и у каждого своя рука, своя техника, скажем, скручивание. Кто-то так крутит, кто-то сяк. Потому что вот на курсах у нас девчонки, когда скручивают, вроде все делают по одной схемке, а у всех получаются разные. Не бывает так, чтобы веточки были все одинаковые. У кого-то длиннее порезаны, у кого-то короче, у кого-то более пушистая, у кого-то более такая худенькая. Все по-разному. Но этот декор, во-первых, очень легкий. Вообще с вафельной бумагой очень легко работать. Она такой податливый материал. И у нее очень много возможностей. Хотя кажется многим, что из нее мало что можно сделать. Там цветочки, какой-то декорчик, давно распечатать на ней. Нет. Она дает очень большие возможности. И при правильной работе с этим материалом у вас раскрывается много возможностей для декорирования. А поскольку декор это моя фишка, то про нее я могу рассказывать долго и нудно. Так. Видите, я всегда кручу, у меня такие объемные получаются веточки. Сейчас зафиксирую. Видите, тут чуть оторвалось. Возможно, где-то здесь, на этом участке я дорезала где-то очень близко к краю. Ну вот здесь уже смотрите длину веточки вы уже там регулируете в зависимости от того, для чего вам нужно. Может вам нужно вот такие небольшие коробки. Может нужно вот эти, видите, эти по длине идут. И такая, эта более лысенькая. Это я что-то так, у меня сегодня видно настроение, я ее поплотнее накрутила. Это все зависит от того, как вы будете накручивать в принципе абсолютно неважно. Главное, чтобы это было похоже на елочку. Можно сделать лапы ели, то есть сделать три небольшие и скрутить в одну, коротенькие. Это уже открываете гугл, смотрите, как выглядит веточка и по размерам там примерно прикидываете и скручиваете. кто не хочет использовать проволоку, такой лайфхак от сороки, можете это делать на детской соломке. Там главное первый виток вот этот закрутить, а дальше она там друг за другом цепляется. То есть можно сделать такие веточки, если это там для какого-то детского тортика, чтобы все было на соломке зафиксировано и тогда дети могут съедать вместе со всем. Вафельная бумага не очень вкусная, поскольку рисовая мука, крахмал рисовый и масло и вода. Все. Поэтому вкусного там ничего особо нет. Но зато это не токсично и не вызовет никаких отравлений. Так, смотрите, вот у нас готова наша основа. сейчас мы смешаем краситель и подкрасим ее. Я буду использовать америколоровские красители для аэрографа. Добавлю сюда зеленого. Чтобы она не была такая слишком яркая, я капну буквально одну капельку коричневого красителя для того, чтобы приглушить цвет. Чтобы он у меня не был яркий, чтобы елка не выглядела как неестественно. Все перемешиваю. Соломка не размокнет тортик. Ну изолируйте ее. Если вы будете соломку ставить в тортик, ее нужно изолировать. Ты просто удобно говорила, она как соломка. Ну если вы будете ее ставить в торт, изолируйте. Девочки, всегда включаем логику. Я всегда своим ученикам говорю, прежде чем что-то делать, включаем мозг. то есть думаем. Нельзя делать ничего бездумно. Прежде чем вообще совершать какое-то действие, желательно зависнуть на секунду и подумать. у меня аэрограф шеф, дай мне просто коробочку. Я возьму проверю. Вот молодцы девушки, сразу пишут соломочку в шоколад. Да. Какао масло в шоколад. Единственная идея, я говорю, что можно использовать глазущий калагнум, это для изоляции каких-либо элементов декора. Ляночка, скажите, пожалуйста, у меня шарики поменьше, тогда лепесток средний делать? сделайте просто поменьше лепесточек, если у вас маленький шарик. Он тоже будет красивый, девочки. Проверяем. Я думаю сначала на проверяю цвет, если интенсивность подачи мне подходит, свет мне подходит. Я сейчас сделаю побыстрее. теперь я беру вафельную бумагу и начинаем задувать. Дуем издалека аккуратно. Я специально поставила тоненько, чтобы сильно не разбрызгивалось. Если вы хотите потемнее цвет, в зависимости от интенсивности, вы можете задуть. Можно оставить вот таким образом. Можно подуть еще, сделать темнее. Но если вам нужна очень темная, я не советую задувать сразу. Желательно задуть, а потом дать ей время высохнуть. У вас чуть высохнет вафельная бумага. Давай пока не отошли. Аэрограф у нас какой? Это у меня миоловский, его называют еще слоник, китайский, самый простой. И для работы с тортиками вот так где-то что-то подкрасить, его хватает вот так. Не тратьте денег. А если нет аэрографа, вот девочки спрашивают. Если нет аэрографа, сейчас я положу его аккуратненько, чтобы не запачкать ничего. Вот смотрите, сейчас отвечу. Видите, какая красивая получается веточка. И в эфире вы смогли заметить, что мы потратили совсем немного времени. Делается очень быстро. Вы можете сесть какой-то день, потратить пару часов накрутить себе веточек. Можно сделать шишечки прикрутить. И у вас будут очень красивые в букетик поставить. Так что у нас вот такой с вами получился красивый пиончик. Если у вас нет аэрографа, берете вот такой спрей, разводите краситель, наливаете его туда и окрашиваете таким образом. Единственное, вот когда спрей распыляет, он распыляет очень сильно. Поэтому желательно чуть-чуть покрыть, дать высохнуть. Она полностью высыхает веточка, тогда кройте еще раз. То есть поэтапно, чтобы не размокло. Потому что если вы сразу дадите интенсивный цвет из спрея, она вас размокнет. Девочки, насчет оплаты с Молдовы, напишите в директ, там все ответят. Так, фирмы ответил? Краски в спине есть? Краски у меня шугофлеры английские были сейчас. Вы можете использовать любой сухой краситель жирорастворимый, он нормально тонирует вафельную бумагу. А нельзя сначала покрасить, потом формировать. Кого? Ну, бумагу, видать. Бумагу, вот эту? Ну, если вы ее покрасите, ее покрутит, допустим, если заэрографом, вы можете покрасить сухим способом, а потом нарезать, так тоже можно. А можно сразу красить вафельную бумагу в зеленый цвет. Ну, так вот, я же вам и говорю, что вы можете сухим способом окрасить ее, а потом уже формировать. Влажным способом не советую, потому что после влаги она становится более жесткой, вы не сможете скрутить, она будет хуже. А так, тонировать можно цветочки? Тонировать, конечно, можно. Если у вас хороший аэрограф, вы аэрограф имеете ввиду? Ну, наверное. Наверное. Ну, можно тонировать так, если он у вас дает хорошее распыление, тоненькое, и не льется сильно. А велюр не можно сделать? Думаю, велюр не. Нет, велюр здесь не походит. Это совсем другая оттуда, да, поэтому. Я надеюсь, вам понравился наш пиончик, вы будете делать его. Еще у нас есть время, шеф? Пока да, Пока да? Так, смотрите, если у нас стоит вопрос сделать вот такой бутончик, да, вот я вам показывала, когда вначале мы формировали, у нас остается только там два, там четыре, шесть лепесточков. И у нас вот такой чашелистничек. То мы его делаем из кружочка, делаем выточку, то есть вырезаем кружочек три сантиметра где-то, делаем выточку и склеиваем. Так же самое, как мы склеивали у основания. потом мы берем листочки, вырезаем произвольной формы на глаз. Вот, то есть вот я вырезала, беру с чистой водичкой, я вырезала листик произвольной формы, разрезала вот здесь у основания, промазала здесь немножко водичкой, вот так завожу и склеиваю. У меня получается изогнутый листик, его можно вот так еще подогнуть. И если у меня кружочек для чашелистника, то я тоже делаю здесь до серединки надрез, гладкой стороной склеиваю его вот так вовнутрь. У меня получается такой чашелистничек, видите, он такой. Девочки, с авиографом можно окрасить пионом. Можно, да. Только аккуратно, чтобы он... с нами кто-то сделал пионом. Молодцы, девочки. Класс. Хвастайтесь, выставляйте, отмечайте. Где зеленая кислочка, ты видишь? Она упала, что ли? Кто-то готовил вот здесь. Найди мне, пожалуйста, зеленую. Все, все, укатилось. Так, смотрите, и сухим способом можно окрасить вот так. Да что ж такое? Листики положила сверху. Так, у меня здесь зеленый краситель. Я беру вот эти листочки, зеленым красителем. Вот так вот прям натираю. С одной стороны, с другой. Спасибо большое за откровенные ответы. Очень нежные цветочки, веточки такая же, красивая, реалистичная. Все очень понравилось. Смотрите, втираем вот так, как следует. Прям берем, втираем. Хорошо, хорошо. Он хорошо втирается в эту основу. Спасибо за урок. Очень емко и познавательно. Пожалуйста. Так, две секунды это занимает покрасить. Вот у вас получаются вот такие чашелистнички. И если у меня есть какой-то, давайте я вот на этом большом вам и покажу. И если мы хотим сделать чашелистник у нашего цветочка, мы берем вот эти три вот таких кружочка. Они у нас склеены как вьетнамская шапочка. Здесь промазываем уголочек и ставим у основания. Фиксируем только основание. Спасибо за урок. Все очень емко и познавательно. Пожалуйста, девчонки, если вам урок понравился и вы хотите научиться делать еще цветы, то мы даем 24 часа и вы можете присоединиться к нашему курсу. Онлайн курс по слоедобным цветам. Называется цветочная феерия. Спасибо большое. Как всегда, самые крутые. Спасибо. Так, следующие три лепесточка мы ставим в промежуток. Вот сюда клеим. Клеим только нижнюю часть. Из рисовой бумаги можно делать цветы или только паруса? Можно делать цветы из нее, но у нее другая техника работы с рисовой бумагой, потому что она очень жесткая, там все немножечко по-другому. Она ведет себя иначе. Ее так не покрутишь. Вот так. С ней нужно по-другому работать. Огромное спасибо за эфир. Вы великолепная семья. С наступающим праздником. Выходите в эфир еще. Мы будем стараться. Так, смотрите, видите, у нас получился вот чешелистничек. Вот. Можно их тут немножечко согнуть. дать им подняться немножко. Они у вас оттопырятся, когда будут высыхать. Как сделать насыщенный цвет? Ты ответила вроде, да? Да, я отвечала, что насыщенный цвет можно покрасить с аэрографа, а можно вот так втирать предварительно, просто несколько слоев втереть краситель, и будет достаточно насыщенный. А если хотите узнать все способы покраски, разные вариации, то присоединяйтесь к нашему онлайн курсу. Повторяюсь, мы даем 24 часа. Пока у нас вышел эфир в течение 24 часов, то есть до завтрашнего вечера еще можно написать нам директ и присоединиться по стоимости 1200 гривен либо 3600 рублей на объемный курс, вот, где мы делаем вот такие это, вот это, только вафельные, которые на том курсе, это только вафельные, а у нас там еще сахарные и из шоколадной пасты. Я вам сейчас покажу вот такие цветочки, да, орхидейки, вот орхидея полинопсис, вот так выглядит анимон из сахарной мастики. Очень круто. Спасибо огромное. Вот это пион, если вы хотите научиться делать такие цветы, то пишите нам где и присоединяйтесь к нашему курсу. Вот мы вам все подробно напишем. А еще об этом курсе написано у нас на страничке, можно почитать, так что хотите научиться делать цветы, присоединяйтесь к нам. Большое спасибо за эфир, было очень круто. Спасибо, что вы были с нами. Я благодарю всех, кто сегодня посвятил этот вечер и провел его с нами в эфире. Делайте цветы, декорируйте ими торты, чтобы ваши тортики были цветущие, десерты цвели. Грядет такой праздник, вы можете украсить красиво ваши кондитерские изделия. Вот для тех, кто хочет научиться делать вафельные, сахарные и шоколадные цветы, пишите нам в директ, мы вам вышли все подробности. Благодарим всех, кто был с нами в эфире. Я надеюсь, вам было познавательно и понравилось. Всего доброго! Спасибо, девчонки, за активность. Всем добра и здоровья. Пока-пока! Пока!